Так, физкульт-привет, друзья. Как-то я так не сильно бодро... Да, маякните, пожалуйста, слышно меня или видно, чат активирован. Можно писать, кто у нас есть в эфире. Не в эфире, а на той стороне экранов. Начинаем потихонечку готовиться к разговору и ждем, пока народ будет присоединяться. Да, рад видеть среди участников большое количество знакомых мне имен и фамилий. Вижу коллег из прекрасного Екатеринбурга. Вижу Польшу. Вижу Кирилла Голованова. Кирилл, привет. Вижу... Кого еще вижу из знакомых? Роман здесь. Вот вижу Анна Харламова. Вижу... Ну, в общем, прекрасно, что мы все потихонечку собираемся. Я передаю всем привет и здравствуйте из солнечного города Владимира, который тоже, собственно, как и все регионы России, наверняка закрыт на... Как это называется-то, в режим полной самоизоляции. Я самоизолирован у себя дома. Вот. С 9 утра, как ошпаренный, тут вот то одно, то второе. Дел меньше не становится. Надеюсь, что у вас так же. Начнем буквально через пару минут. Сейчас ждем, пока коллеги подтягиваются, потому что только-только там минут 15 прошла рассылка. Собственно, можно, наверное, поделиться мыслями, кто откуда. И есть ли среди нас кто-нибудь, кто в регионах не находится на режиме самоизоляции, а кому можно покидать улицу дальше, чем на 100 метров, без своих прекрасных животных. Мы, например, можем на сегодняшний день выходить на улицу только в магазин, в аптеку и погулять с котом. Кот причем в шоке, потому что он гулять не привык, но теперь вот ему приходится с этим мириться. Вот. Будем сегодня, друзья, разговаривать про гипотетический, потенциально выгодный для нас набор шагов, связанный с работой по домашнему фитнесу. По домашнему фитнесу, причем не следует ожидать сегодня какого-то, ну, прям готового решения, готовой конструкции, как вида направления бизнеса. Я потратил какое-то время, немножко посмотрел по рынку, кто что делает, и подготовил несколько гипотез, а также пригласил несколько операторов B2B, которые расскажут, что могут предложить фитнес-клубам. Прямо скажу, что поляна у нас с вами не сильно большая. Не сильно большая, и на сегодняшний день мы отловили тренд, собственно говоря, что клубы сдают оборудование в аренду. Мы видим, по этому пути пошла даже федеральная сеть XFeed, один из лидеров нашего рынка. Чуть позже мы обязательно соберем информацию о том, имеет ли это какой-то, какой это имеет результат, и насколько коллеги удовлетворены тем, что происходит. Ну, а мы с вами давайте будем потихонечку начинать. Вижу, что коллеги присоединяются, и это хорошо. Значит, с чего я хотел начать? Собственно, разговор о домашнем фитнесе для фитнес-клубов. Кстати, поставьте, пожалуйста, плюсики, кто у нас из фитнеса, из фитнес-клубов непосредственно, кто, собственно говоря, здесь для того, чтобы какие-то решения поискать, и кто уже на сегодняшний день попробовал какие-то, друзья, решения, связанные с арендой. Вот кто попробовал с арендой, у кого есть какие-то результаты, кто может ими поделиться, пошло-не пошло, можно написать прямо в комментариях, насколько вы этим удовлетворены, и насколько вам это нравится, или если не попробовали. Вот. Задумываться мы с вами о том, может ли дистрибуция... Мы сегодня будем говорить не про аренду, мы сегодня будем говорить про товарную дистрибуцию. Да, дистрибуция – это использование товаропроводящей цепочки для донесения товара до конечного потребителя при помощи маркетинговых или логистических возможностей. Поскольку мы с вами фитнес, который имеет доступ к определенной аудитории, накопленной нашим с вами трафиком, это либо наш физический трафик, люди, купившие контракты, либо люди, которые у нас находятся в наших сообществах, в социальных сетях, то возникла гипотеза. А может ли фитнес-клуб извлекать дополнительный доход явным или неявным образом, предлагая людям купить товары для домашнего фитнеса, раз уж мы все пошли домой? Да, и давайте попробуем поискать ответы на этот вот вопрос. С чего вообще пошла вся эта история с точки зрения на подумать? Вот. Это информация из РБК, из федерального РБК. за дату 24 апреля. То есть статья вышла примерно неделю назад. Статья говорит о том, что по данным операторов онлайн, фискальных операторов онлайн, фискальных данных, за неделю с 20 по 24, с 18 по 24 марта, это как раз 21 марта в России, значит, соответственно, было принято запрет на фитнес-клубы. Спрос в Москве на домашний спортивный инвентарь скачкообразно вырастает на 33%. И в целом по России, которая на тот момент была еще пока не закрыта, спрос подрастает на 6,5 по сравнению, соответственно, с аналогичной неделей прошлого года. Замерялся период с 16 по 22 марта. При этом коллеги заверяют, что средний чек на минувшей неделе спортивных товаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырастает на 32%, то есть до 6,9 тысяч рублей. Согласитесь, с точки зрения, ну, разовой покупки в условиях того, что рынки там моментально начинают, ну, сжиматься, выглядит не совсем, наверное, легко воспринимающимся, что люди такие раз-раз и, значит, занесли какое-то количество покупок по категориям домашний спортивный инвентарь. Это Москва тогда еще, да, потому что по всей России спрос рос на 15%, но цифра была тоже, собственно говоря, немаленькая. Вот. Давайте пока вот по аренде вопросы набрасывайте. У нас время останется. Мы вернемся тогда к вопросам аренды в конце. То есть мы сейчас вот логику немножко проговорим и потом еще поговорим про аренду. Это хорошо. У кого нет картинки и звука, пожалуйста, обновляйте конференцию. Это лагает сервис. Она появляется, и можно нажать на кнопочку там пустого квадрата черного, и тогда я должен снова появиться. Вот. То есть произошел скачок. Что это значит, да? Что значит этот скачок? Это означает, что те люди, которые ходили в клубы и занимались, потребляли услуги по купленным контрактам, потеряв эту возможность, то есть лишившись ее в Москве и постепенно вот начавшись ее лишаться в, собственно, России, они пошли и купили то, что им необходимо для того, чтобы поддерживать себя в форме. То есть эти люди понимали, что им нужно для занятий, эти люди понимали, чего они лишаются в доступах в залах, и, собственно говоря, не желая лишать себя того процесса или тех результатов, за которыми они ходили, они пошли и сделали какие-то приобретения. И я посмотрел, опять же, в этой же самой статье по тому, на что делали упор те покупатели, которые делали покупки. Вот спортмастер, да, спортмастер говорит о том, что у них произошел скачок, наибольший спрос 22 марта, это на следующий день после закрытия Москвы. И что они отловили, да, то есть они говорят, что имеется высокий интерес к тренажерам, лентам, резинкам, мячикам, всем товарам, с которыми можно заниматься спортом в домашних условиях. Этот всплеск спроса начался сразу же, как только закрылись фитнес-клубы, и мы стараемся поддерживать в магазинах необходимый ассортимент. С другой стороны, ULA – это бушные товары, это Marketplace, human-to-human рынка. Потребители активно искали спортивный товар, спортивный инвентарь, и на онлайн-площадках на сервисе объявлений ULA, как сообщил его представитель, 22 марта продажа товаров для фитнеса вырос на 20% по сравнению с субботой на 18% по сравнению с средним показателем предыдущей недели. То есть тоже вроде бы произошел скачок. Значит, дальше. Wildberries, который задекларировал, что только за один день они продали на сумму 940 тысяч рублей товаров, что примерно в полтора раза больше средних значений для категории в данной ситуации. И по ассортименту называют, что у них произошел рост массажных роликов. Сумма заказов выросла на 206% по сравнению с неделей предыдущей. То есть это, опять же, ну и по ассортименту бодибары, гантели, спортивные скамьи, ролики для пресса. То есть отсюда можно сделать, декларировать вывод, что те люди, которые четко знали, зачем вам нужен фитнес, что они в нем делают, они пошли и, собственно говоря, приобрели то, что для себя осознанно считают необходимым. То есть, соответственно, давайте попробуем порассуждать, да, кто это пошел и купил. Ну, я уже, собственно, ответил на этот вопрос в своем предыдущем варианте. То есть если взять всю пирамиду потребителей вашего фитнес-клуба, которых мы классифицируем условно на три составляющие, да, это люди, ну, так называемые, с максимальной потребительской экспертизой, которые четко знают, что им нужно от тренировок, они приходят, не занимаются, собственно, с тренерским составом и прекрасно вооружаются там гантелей, бодибаром, не знаю, петлями, чем-то еще, поняв, что у них не исчезает доступ к фитнес-клуб, они пошли и это купили. И они сгенерировали достаточно, ну, неплохой всплеск для операторов спортивного инвентаря. Значит, соответственно, дальше возникает вопрос, да, дальше возникает вопрос, какие могут быть еще гипотезы. И в этой связи есть следующие мысли, что, во-первых, помимо тех, кто уже пошел и купил, вот, то есть мы, тех, кто четко понимает, зачем вам нужен фитнес, как тренироваться, мы их уже про, сейчас скажу культурно, профукали. Они уже пошли, заказали себе все в интернет-магазинах, в спортмастере, уже прекрасно занимаются дома, кто-то бегал на улице, все. То есть на сегодняшний день сейчас задача заключается в том, можно ли из этого извлечь еще какой-то доход. Ну, или, во всяком случае, допродать с нашей помощью тем людям, которые пока еще этих решений не приняли. Есть две гипотезы, которые я предлагаю взять на размышления и покрутить ими. Там не то, что в смысле сейчас, а покрутить ими там чуть дальше, чуть потом. Сейчас я немножко только по вопросам пробегусь. Значит, учитывая, что больше процент людей остались без заработка, неизвестно, когда он появится, будут ли люди покупать оборудование, если неизвестно, насколько хватит денег на еду. А, Ольга, а вот об этом как раз сейчас и будем говорить. Все, пусть зависит от того, что сколько у этих людей осталось этого заработка и что мы будем им предлагать. При прочих равных, конечно, в сегменте, если я остался без работы, у меня лежит кубышка на 30 тысяч рублей, но ничего не куплю. Вот. Мы пока с вами не знаем, сколько таких людей, поэтому мы с вами давайте будем исходить из допущений, гипотезы, что потенциально мы поищем возможность на этом заработать, но при этом не отвечая себе на вопрос пока еще, да, а точно ли у людей есть деньги. При этом я прекрасно понимаю, что организовывать склады, фитнес-клуб сейчас никакой не будет и правильно сделает. То есть все решения, которые мы сейчас будем искать, они будут связаны на дропшиппинге. То есть как сделать так, чтобы, используя наш трафик, мы организовали дистрибуцию этого продукта со склада дистриба на склад, соответственно, доставщику. В Альберис работает, кстати говоря. И возвращаясь, где-то там был вопрос, как доставлять, если никто не работает. В Альберис работает. И вопрос лишь в том, чтобы использовать логистические возможности тех поставщиков, которые выложили ассортимент на этом маркетплейсе и пытаться на этом как-то заработать. Ну ладно, пошлите дальше. Так вот, гипотеза первая. Значит, возможно, люди бы купили оборудование для тренировок, если бы понимали, как им пользоваться. Это категория людей, которые на сегодняшний день наверняка хотела бы заниматься дома и занимается, но на сегодняшний день не готова что-либо покупать, потому что она не понимает, как то или иное оборудование может приносить им пользу. Пример такой. Значит, я купил где-то, наверное, год назад в магазине Decathlon для себя петли 3X. Ну, они не 3X, они там декатлоновские какие-то, Dyson или Shmyson. И, друзья, я практически год ими не пользовался, потому что у меня там приоритета не хватало для того, чтобы пойти и пощупать, каким образом ими заниматься, самостоятельно изучить, а с тренером мы занимались другими тренировками. Так вот, последние 2 месяца я поменял фитнес-клуб и стал заниматься с тренером, который занимался со мной на петлях. И, соответственно, за эти 2 месяца я выучил какое-то определенное количество упражнений, я сейчас этими петлями прекрасно себя чувствую. Там 3 дня ходил, 4 дня ходил на улицу, когда клуб закрыли, а сейчас в подъезде у нас есть колясочная, вот я туда, в эту колясочную, как дурак, сейчас буду ходить, и петлями заниматься. Вот, значит, соответственно, Анатолий пишет, в Испании появились финансовые организации, которые дают сервис рассрочки для конечных клиентов. Кстати, да, в России тоже наверняка чуть позже появятся операторы, которые будут готовы давать за какие-то низкие проценты кредиты, и, соответственно, в коллап вступать с ними, если у вас нет денег, но и желания, то эта возможность есть, но пока у нас такого института нет. А если у нас есть финансовые организации, то, скорее всего, они будут проценты выпрашивать какие-то там бешеные люты. Вот. Анна говорит о том, что клиенты просят гири и гантели типа в залоге на их деньги, как и ККИПТ, пока всем отказали. Слушай, но здесь надо будет… Сейчас поговорим чуть позже про аренду, про залог, потому что это большой вопрос, что они потом с этими гантелями, гирями будут делать. А с другой стороны, продадите вы им сейчас эти гантели, гири, потом новые себе купите на эти же деньги. Не знаю, надо на стоимость залога смотреть. Короче, первая гипотеза в том, что какая-то часть людей могла бы купить оборудование, если бы им было четко понятно, что с этим оборудованием делать. То есть не просто, чтобы оно лежало и пылилось, а так, чтобы у них была технология его использования. Вторая гипотеза, которую я хочу озвучить, заключается в том, что, возможно, люди бы купили оборудование для тренировок, если бы им посоветовали его купить те, кто им доверяет. Это история, которую я вижу постоянно на уличных тренировках на впарке во многих городах, когда люди, которые занимаются с инстатренерами, покупают фитнес-оборудование для вот этих самых тренировок, которые им этот тренер рекомендует. Там оборудование, на самом деле, примитивное. Чаще обычно это резинки какие-то или что-то вот такое вот еще. Вопрос в том, что наверняка на этом не заработать много денег, но можно ли использовать это в какой-то синергии с нашими задачами по удержанию персонала клуба, и можно ли заработать на этом денег? Давайте будем отвечать на эти вопросы дальше. Значит, если бы мы с вами решали гипотезу, отвечали на вопросы к гипотезе по поводу того, дать понимание людям, как пользоваться оборудованием, то у нас с вами есть три, наверное, задачки, которые могут нам сформировать спрос на это оборудование. Мы должны, во-первых, ну, там, понятно, подобрать само по себе оборудование, но я прекрасно понимаю, что если бы мне сейчас мой фитнес-клуб сказал бы, Илья, купи вот там со скидкой 15% оборудования вот такое-такое-такое для тренировок дома, не знаю, степ-платформу для того, чтобы на ней там либо прыгать, либо отжиматься, какой-нибудь там боссу и чего-нибудь еще, я не куплю. Как вы думаете, почему? Вот я клиент фитнес-клуба, который достаточно вовлечен, но я не профессиональный клиент, но я не куплю оборудование. Если даже мне предложат дисконт на него 20%, там, 30%, все равно не куплю. Какие могут быть мысли? Почему человеку недостаточно дать возможность с дисконтом купить оборудование для того, чтобы он побежал его покупать? Пара мыслей. Я не до конца знаю, зачем. Мотивации для занятий мало. Совершенно верно. Я не то чтобы не до конца знаю, зачем. Я не знаю, как в системе с ним заниматься. Совершенно верно. И что с ним делать. А в зал я купил абонемент для того, чтобы пользоваться тем оборудованием, которое там есть, для того, чтобы мне это показывали, соответственно, наши тренера, которые там есть. Либо я занимаюсь в зале то, в чем я понимаю. Потому что я прихожу там на дорожке, я знаю, что делать. Как с тренером ходить по кругу, делать круговые тренировки, я тоже знаю. А вот дома что делать со всем этим оборудованием, соответственно, мы не представляем. Поэтому помимо того, чтобы давать человеку возможность это оборудование купить, ему нужно давать инструкцию, либо видео, либо возможность наблюдать за тем, каким образом это оборудование использовать, и давать так называемую методичку или технологию для проведения тренировок. И, соответственно, возникает следующий вопрос, да, а можно ли на этом как-то денег заработать? Тут можно крутить, искать решение о том, чтобы людям давать предложение по персональным тренировкам с этим оборудованием. Что если ты вот это вот дело все покупаешь, то ты можешь с тренером заниматься вот так, вот так, вот так. И, соответственно, при этом возникает, ну, понятно, что возможность там можно это все делать с групповыми тренировками, но у нас у всех задача монетизации персон, она тоже как-то стоит. И в одном из чатов, где собраны ребят тренерский состав, которые у меня курс проходили СММ для тренера, вчера горючими слезами обливались ребята, которых администрация выгнала из клуба, потому что узнали, что проводят онлайн-тренировки human-to-human с клиентами клуба. То есть пока клуб рожал про онлайн-тренировкам, тренер пошел и договорился, потому что от клуба новостей там информации не было. А когда клуб родил предложение, оффер о том, чтобы заниматься, значит, с тренером, и клуб узнал, что тренер уже тренирует вот этого клиента, оказался виноват тренер. Хочется администрации этого клуба по башке надавать. Потому что вместо того, чтобы подсуетиться и организовать работу команды так, чтобы они как тараканы не побежали решать свои проблемы, клуб протормозил, проспал. А когда он решил и увидел, что тренер это сделал вперед клуба, вместо того, чтобы сделать тренера амбассадором, клуб начал ему голову отрезать. Ну, тоже большой вопрос. Вот. Значит, это что касается первой гипотезы. Значит, что касается второй гипотезы, здесь чуть цепочка сложнее, да, насчет посоветовать, потому что совета одного мало. И отвечая, собственно, на ваши же вопросы, да, вот что с ним делать, никто не знает, и больно мне там надо, да, этим всем оборудованием пользоваться, если я не знаю им, как им пользоваться, то помимо того, что давать оборудование, нужно еще формировать интерес к тому, чтобы этим заниматься. И здесь трансляция поможет, собственно говоря, там, тех контентных единиц, которые у нас с вами есть, это давать мотивацию и понимание того, чем им это поможет. И мы чуть позже будем об этом говорить, отвечая на вопрос Антона Бабошина, что с ним делать после открытия этого клуба. Сейчас, чуть позже, когда коллега у меня подключится, Валерий, который будет рассказывать, какое оборудование можно, собственно говоря, давать, мы на ответ на этот вопрос поищем вместе с вами. Вот, друзья, собственно, три алгоритма, три сценария, которые клуб может искать и крутить варианты с тремя категориями людей, с которыми мы можем работать. Первое – это экспертные потребители, которые знают, что хотят. Они уже, правда, пошли и купили, но, возможно, кто-то остался, кто при прочих равных там пойдет у вас и купит. Но, скорее всего, это там не сильно основной рынок. Те, которые могли бы купить, но не понимают, как им пользоваться, им нужно помогать в виде инструкций, методичек, видео, онлайн-тренировок и потенциальной конверсии на эти самые, на персоны, значит, и, соответственно, те, кому нужны советы. То есть это те люди, так называемые ведомые, которые потенциально готовы зарабатываться, тренироваться, но им нужно, чтобы их тренер или кто-то или другие клиенты им посоветовали, что да, мы вот этим вот пользуемся и вот этим вот занимаемся. Вот сейчас, собственно говоря, активно полезли на нашу с вами поляну онлайн разные ребята-тренеры, которые блогеры, фитнес-блогеры, которые в Ютубе и во всех Инстаграмах качают. Это есть даже такой известный девушка, Ракамаккофит. По-моему, у нее есть своя фабрика фитнес-инвентаря. Она этим активно очень пользуется и правильно делает. Это как раз те самые товарищи, которые, пока мы с вами думаем, как потом, что делать с этим оборудованием, как его возвращать, они оттягивают фокус внимания наших потенциальных потребителей. И пока люди дистанцированы от наших клубов, пока они не могут касаться с вами, как с клубом, если, вернее, они не могут касаться с вами, как с клубом, то какая-то вероятность существует, что в их головы пробираются другие фитнес-блогеры и говорят им, закажи у нас там на Wildberries вот это, вот это, вот это, купи эту резинку, вот у меня бесплатные тренировки, вот расписание, вот еще что-то, вот еще что-то. Приходи, занимайся ко мне. И тут еще один тренд, вы знаете, выскакивает, на который я сейчас наблюдаю, и у меня он начинает озадачивать. Когда я сейчас захожу в Инстаграм, а я подписан, я являюсь администратором сообщества «Фитнес-эксперт», собственно, который вы все наверняка в Инстаграме подписан. У меня там очень много фитнес-клубов мы подписываем, ну, там, не знаю, сотни, там, несколько тысяч. И у меня в сторисах вечером, в прайм-тайм, друзья, такой прямо этот выбор из онлайн бесплатных тренировок, тренируйся не хочу. И вот с этим же выбором сталкивается сейчас постепенно ваши клиенты все больше и больше. То есть вокруг них в онлайн-пространстве организуется все большее число офферов, которые позволяют людям тренироваться, не приходя в клуб. И чем меньше вы присутствуете в фокусе внимания этого клуба, с оборудованием, без оборудования, неважно, тем большая вероятность того, что фокус внимания этого человека будет переключаться. И это прямо история вот совсем не про деньги, это про маркетинг-удержание, но в данной ситуации наличие офферов с оборудованием могут быть триггером, которым мы можем человечка зацепить, чтобы он потом к нам в том числе вернулся. Но об этом надо тоже, собственно говоря, думать и крутить. Вот гипотеза, которую я доношу о том, что неважно, с каким типом клиентов мы с вами хотим поработать, у нас есть на сегодняшний день данность, что все поставщики оборудования сейчас готовы давать дополнительный дисконт. И дисконт имеется в виду с тех цен, которые есть, потому что поставщики оборудования все находятся в ситуации примерно похожей, да, у рынка, рынк схлопнулся, у них нет денег, и все ищут возможности эти деньги каким-то образом извлекать, перенаправлять. И вопрос в том, что наличие дисконта для нас с вами не является основанием для выгоды от продажи этого продукта. Так, Игорь забросил мысль, что клубы не только спортинвентарь могут продавать. Безусловно, клубы могут продавать вообще в принципе все то, что находится в системе ценностей того ядра аудитории, которое сформировано. И об этом наша следующая мысль, Игорь немножко вперед забегает, совершенно я с этим согласен, об этом мы еще с вами покрутим. Вот, если говорить об оборудовании, то надо очень четко понимать, что наличие дисконта самого по себе, когда там любой из операторов к нам приходит и говорит, вот я вам предлагаю дисконт, это еще для нас недостаточно для того, чтобы на этом заработать. А, денег. Б, стать единицей фокусировки нашего клиента. Нам придется самим подключить голову. Вот, к сожалению. Поэтому, когда мне говорят, да, типа, на этом нифига денег не заработать, это не хотят покупать, я задаю встречный вопрос, а мы с вами сам по себе фактор оффера, предложения от поставщика, каким образом конвертировали в продукт, что мы докрутили под задачи клиента для того, чтобы ему это предложить. Чаще всего оказывается, что ничего. То есть мы просто предложили ему скидку. А ему зачем эта скидка, если я не понимаю, как этими петлями пользоваться? То есть нафиг она мне нужна? А кому-то нужна. Вот. Значит, я посмотрел несколько примеров того, как идут наши братья европейские. Да, вот этот вот пример, это фотография, которую я сам сделал на FIBA, по-моему, позапрошлогодний. Есть такой бренд домашнего непрофессионального инвентаря SKILLS. И у них был вот такой вот, значит, соответственно, набор, фитнес-бандл, который содержал вот там несколько каких-то чего-то единиц, это в виде прямо рюкзачка, и их было несколько вариантов. Значит, вот вроде выглядит красиво, да, и аппетитно, и вот бери его, значит, вот начинаю продавать, но в моем понимании клуб может на этом заработать для себя выгоду, под выгодой, я понимаю, либо деньги, либо технологию удержания клиентов, тогда, когда он вот к этому, к самой единице оборудования докрутит несколько вещей. Как минимум, это методичка, что с этим делать. Обязательно видеоуроки, где команда показывает, как этим всем заниматься, потому что как раз видеоуроки и наличие методички – это возможность, собственно говоря, клиента не отпускает настолько, чтобы он сам там не начал без нас заниматься, он все равно с нами этим занимается. И если мы к этому еще и онлайн-тренировки прикручиваем, то вообще хорошо. Ну и последняя составляющая – это наличие, возможность запускать какие-то соревнования или игры, не знаю, там, начиная от того, что кто больше простоит там в какой-нибудь планке, пропрыгивает на скакалке в видео. Ну, то есть какая-то игрификация, особенно для тех, у кого нет возможностей применять технические инструменты замеров, да, такие как эти вот датчики всякие разные. Понятно, что если у нас есть датчики, это можно замерять, но до датчиков там мы еще дадем, но чуть-чуть, еще время пройдет. Вот. Значит, соответственно, вот это вот пример, как можно из оборудования свинтить продукт, клубу, который уже продвигать. Вот это наборы мы с вами можем находить на просторах нашей необъятной. А вот об этом вот придется подумать. Что-то я как-то люто черкаюсь. Значит, соответственно, ой, вторая составляющая, которая у нас нужна нам будет, когда мы с вами вот этот продукт изобретем. То есть вот мы, предположим, там нашли, подобрали для нас там комфортное оборудование у какого-то из поставщика, придумали там, как его докрутить, допилить, донести, сформировать пользу желания. И потом нам с вами нужно людям при помощи наших с вами сообществ, пока они в дом сидят, доносить это при помощи контента, показывать примером и демонстрировать пользу. Вот тогда может появиться спрос на это. То есть само по себе моя... Я к чему пришел? Что само по себе наличие возможности дистрибутировать оборудование, о котором можно сейчас договориться, это полдела. Второе полдела – это вот с одной стороны докрутить продукт сервисом, а со второй стороны превратить его, привлечь к нему внимание при помощи нам того маркетинга, который мы сейчас можем делать. Это дистанционный цифровой маркетинг. Вот, поэтому я, наверное, хочу призвать всех нас с вами к тому, чтобы мы думали о том, может ли для нашей аудитории это быть возможностью. И если мы эту возможность для себя изыскиваем, да, не находимся в состоянии там отрицания чего угодно, и понимаем, что предпринимаемые действия сейчас должны быть направлены на удержание аудитории и извлечение хоть какого-нибудь дохода, да, из этой аудитории, то вот этим вот крутить можно. Остался лишь вопрос, ответ, ответить на вопрос, а какое оборудование целесообразно, или как сделать так, чтобы мы при помощи нашего оборудования не отпугнули людей от фитнес-клуба. Вот тут вот как раз давайте попробуем посмотреть, что у нас есть на рынке. Я вам попросил, предложил, вернее, некоторым коллегам из B2B рынка рассказать о том, какие в России есть возможности для фитнес-клубов с точки зрения дистрибуции домашнего оборудования, и мы сейчас расскажем о двух операторах. Первым оператором у нас будет компания Мфитнес, и я сейчас хочу пригласить Валерия в эфир. Валерий, я сейчас буду вас подключать, и придет приглашение, как мы тестировали. Вот я активировал камеру. Да, Валерий подключается. Валерий. Да, как слышно, меня. Да, слышно нормально. Коллеги, поставьте, пожалуйста, плюсики, что слышно. Валерий появился в камере, его слышно. Валерий из Мфитнеса – это один из крупнейших, собственно говоря, дистрибьюторов оборудования как профессионального, так и домашнего в России. Да не только в России, там и Казахстан, и Белоруссии, СНГ, и, не знаю, в Германии есть у вас офис? Да, есть. О, нифига, и в Германии. И в Англии. И в Англии, да. Ну, хорошо, будем тогда называть вещи своими именами. Крупнейший дистрибьютор огромного количества оборудования, наш давнишний друг и партнер, компания Мфитнес, и ребята подготовили, у них есть собственный сервис, сайт, технология по работе с домашним фитнесом, которая направлена как на конечного B2C-потребителя, так и есть возможности для фитнес-клубов поискать в этом монетизацию. И ребята подготовили несколько предложений, которые сейчас Валерий презентует, расскажет, а я, по ходу, как Валерий будет рассказывать, буду бросать ссылки какие-то полезные, только Валерий мне будет говорить, что вы тут вот эту ссылочку выбросите, вот эту ссылочку выбросите. У меня все готово, и ваши вопросы, по ходу, тоже Валерию буду адресовать. Валерий, welcome. А, сейчас я еще дам функцию листания. Да, я пока не могу листать. Да-да-да-да-да-да, сейчас я сделаю. Так. Вот сейчас должно что-то было появиться там, где слайды, под ним, под слайдами скроллинг появился со стрелочками. Пока нет. Пока нет. Сейчас подождем. Тык. О, что-то происходит. Да, все отлично. Листается? Да. О, да, теперь листается. Да, спасибо, Илья. Тогда, Валерий, да, вам слово, собственно говоря. Расскажите нам, пожалуйста, как мы можем с клубами что подделать, денег заработать. Да, я бы начал с того, что подтвердил один из первых тезисов Ильи, что действительно ответом на то, есть ли у людей денег или нет, деньги или нет, есть факты. Действительно, домашнее оборудование продается. У нас есть как домашняя часть бизнеса, так и профессиональная, с которой мы работаем с вами, с клубами, со студиями. И домашняя часть нашего бизнеса за последний месяц выросла, ну, в полтора-два раза, зависит от региона. То есть понятно, что есть люди, кто последние деньги собирает на гречку, есть люди, у кого все нормально. Так, говорят, что меня не слышно и не видно. Может быть, еще раз надо обновить страничку? Так, друзья, подождите, кого не слышно и не видно, обновите, пожалуйста, страницы, потому что... Да, потому что у некоторых слышно. Да, если не слышно, да, обновляйте, пожалуйста, конференцию, потому что иногда вылетает этот провайдер. Нужно просто обновить страничку и нажать на черные квадраты на X-Speaker. Да, Валерий, продолжайте. Да, спасибо. В общем, в данный момент мы в начальном этапе работы по таким схемам, которые я пишу, с рядом операторов, поэтому мне трудно описать прямо полностью все схемы. Я, наверное, предложу ряд схем для взаимодействия, для рассмотрения, и уже как конкретно по ним работать, всегда могут решить люди обратиться к нашим региональным менеджерам, кто в каком регионе, в оптовый отдел, соответственно, мы все там ссылки, контакты дадим. Вот, и мы всегда эту схему можем завернуть конкретно под клиента, под клуб, под сеть. Первый – это простой самый способ, но не приносящий непосредственной выгоды. Промо-коды – это промо-коды на скидку, которые могут использоваться просто для дополнительного сервиса для клиентов. У нас есть сайт «Фитнес-дом», это наше розничное подразделение, которые эти промо-коды мы можем специально для вас делать, и, соответственно, по ним клиенты просто получают специальную скидку. Но мы также можем эти промо-коды и отслеживать. То есть если мы заранее договорились о том, что у нас есть какой-то промо-код, по которому ваш клиент получает у нас специальную скидку, и мы отслеживаем эти покупки по промо-кодам, например, вот здесь у нас совместный ко-брендинговый проект сетью «Спирит». Человек ввел промо-код в корзину, и после того, как эта покупка будет совершена, за какой-то период мы сможем отследить, сколько покупок на какую сумму было сделано по данным промо-кодам, и, соответственно, по уникальному промо-коду клуба или сети, кто как лидер мнений выступал, привлекал трафик на наш сайт и по совершившимся покупкам выплатить сможем какой-то процент. Здесь момент какой? Необходимо, чтобы был достаточный объем вот этих транзакций, и вот в этой связи был интересный комментарий, я видел в чате, то, что есть скидка и есть цена розничная, то есть здесь нужно понимать важные различия. Вы как клубы покупаете по очень низким оптовым ценам, которые для клиентов недоступны, они, как правило, даже не знают, что это оборудование можно купить по такой скидке. И для многого, на самом деле, для большого числа товара эта скидка не является такой уж необходимой. Ну, предположим, резинка стоит в розницу 500 рублей, клуб ее покупает со скидкой там 30% за там 350, и 150 рублей для клиента – это какие-то несущественные деньги, он там кофе пьет на эти деньги, даже дороже зачастую. Соответственно, но именно в этой дельте и скрывается та возможность заработка, о которой говорил Илья. То есть базовая предпосылка все же такая – клиент должен покупать оборудование по розничной цене или близкой к розничной. То есть может быть для него там какая-то скидка, к примеру, 10%, но остальные тогда 20% мы действительно с клубом уже можем как-то поделить. Вот. Поэтому здесь курс действительно повлияет. Например, ну, предположим, в этой ситуации резинка стоила 500 рублей, теперь курс увеличился с 60 до 80, и ее там она стала на четверть стоить дороже. Ну, да, она 650 рублей будет стоить, допустим, на треть. Но, тем не менее, насколько это важно для человека, который платит за персональную тренировку 3 тысячи, 4 тысячи рублей в московских клубах, хорошо в региональных клубах, там 2-2 500, там такие ставки добывают, ну, 1500. В принципе, он за одну тренировку тратит больше. То есть тот клиент, который покупает персональные тренировки, в принципе, ему вот этот вот зазор не так может быть и принципиален. И если у вас достаточно большая аудитория, несколько тысяч клиентов, из них какой-то процент что-то может купить, то умножить на вот эту дельту рождается какой-то объем денег, который действительно можно поделить по такой партнерской программе. Валерий, я правильно услышал, что получается в разнице между ценой для клуба и конечной ценой для клиента можно закладывать как дисконт для клиента, так и, собственно, агентская для клуба. И таким образом, формируя выгоду для меня как для клуба, дистрибутировать, ну, вот ту или иную комбинацию вот этих резинок, ну, или там вот чего-то, чего-то, чего-то. Абсолютно верно, да. То есть именно здесь нужно выбирать, нам нужно совместно поработать, именно поэтому здесь нету такой как бы готового гамбургера, который можно просто вот такого макдональдсовского решения, который там вот комбо-ланч взять и съесть, да. Мы с вами можем совместно поработать, потому что есть товар, например, высокомаржинальный, и там мы можем и вам скидку дать, и там, например, вот как раз эта дельта будет такая, в которой можно погулять, можно открутить скидку выше-ниже, и что-то, чтобы осталось. Вот, есть низкомаржинальный товар, на котором, скорее всего, эта схема просто не сработает. Ну да, но который может быть просто как часть в наборе, там, один из пяти товаров, чтобы набор был полноценный, и это, наверное, тоже там… Да, он такой трафик-драйвер, да, то есть за счет сопутствующего товара все равно может набираться. То есть причем, на самом деле, мы отрабатываем сейчас автоматизацию этой истории, и как раз задача в том, что мы готовы считать не только тот товар, который вы, собственно говоря, там, клуб, например, предположим, клуб ведет какие-то сети, какие-то свои соцсети, там какую-то рекламу, онлайн-тренировки сейчас, да, практически все ведут. То есть клиент занимается дома пилатесом, он привык заниматься там на нормальном коврике, там, да, на профессиональном, на котором ему не больно там коленям, не больно крестцу, когда он там выходит в тизер, предположим. Вот, и тут он покупает коврик из Спортмастера, но он его купит, конечно, но он тут же поймет, что он сделан там непонятно из чего, какой-то маленькой толщины, там, и очень быстро он поймет, что это совершенно другое качество, к которому он просто не привык. Вот, и здесь как раз рождается вот эта причина, по которой лидер мнений может ему предложить нормальный товар. То есть здесь как лидер мнений он именно сработает. Поэтому, ну, и здесь еще интересный момент, что как раз для того, чтобы обосновать, почему профессиональный товар стоит дорого и почему его смысл есть покупать, да, то есть здесь мы приходим к тому, что с чем нам всем сейчас придется работать. То есть люди выйдут, но у них будет меньше денег, и нам необходимо доносить ценность своей услуги, как нам, как когда мы просто продаем клиенту с улицы, так и вам ценность своей персональной тренировки. Будь то онлайн-тренировка, которую наверняка вы захотите оставить, чтобы за нее получать какие-то деньги. Я вижу, сейчас у многих появились и платные онлайн-тренировки, и групповые, и персональные. И также и дополнительное вот это вот заведение трафика, да, на какие-то партнерские истории, из которых можно будет эти деньги получать. Да, и что я не договорил, начал, но не договорил, это то, что мы готовы в принципе платить за полную стоимость пакета. То есть вы привели клиента там, например, на резинку, которую показывали там в онлайн-тренировке для функционального тренинга, но клиент, например, увидел, что там еще Polar можно купить, потому что он еще и бегает по улице. И вот это прямо интересная история, потому что сразу пакет у него вырастает существенно, и, соответственно, есть откуда платить более интересные. Да, то есть мы со всего заказа без проблем. То есть если пришел с промокодом клуба или по UTM страничке какой-то и в корзину положил там тр-т-т-т-т-т-т-т, то клуб может получить агентское вознаграждение за всю гирлянду. Весь счет будет помечен как покупка по промокоду. Окей, пойдемте дальше. Это опять такая подарочные сертификаты. Эта история неотслеживаемая, но сервисная. В общем-то, можно подумать, как это делать совместно. Подарочные сертификаты мы практиковали давно и в электронном виде, и в бумажном, и в пластиковых картах. В теории можно подумать о чем-то, как это сделать. Еще одна история, это вот похоже на то, что показывал Илья из Sfiba. Это вот такие фитбоксы, которые могут быть ко-брендинговыми. Здесь, соответственно, у нас MFitness и Les Mills один из наших брендов. Но здесь легко может быть название вашего клуба. Эта история немного более долгая, потому что этот подарочный набор нужно разработать. Наш маркетинг владеет всеми контактами, кто это делает и кто это делает хорошо, кто это делает дешево и похуже, кто делает дорого и круто. Слушай, но они же могут быть не только в виде подарочных решений, они могут быть и, грубо говоря, для себя в рюкзак какой-то, в мешок положено. Да, да, мешок может быть, да, стягивающийся мешок с логотипом клуба, а тут может не быть логотипом MFitness. То есть это такая история, такая уже на проработку. То есть наш маркетолог с маркетологом клуба поработал, что-то согласовали, опять рассмотрели, какая там дельта. Вот, и этот товар может как продаваться в розничной точке клуба, если клуб ее решит организовать, так и может продаваться, в принципе, у нас. Но здесь, ну, если у нас, здесь немножко сложнее, потому что этот бандл, да, вот такой пакет, он становится непродаваемым больше никому. Поэтому такой товар, скорее всего, нужно будет выкупить, а потом мы будем выплачивать какой-то процент от продажи уже тогда, когда это произойдет. Вот, ну, в общем, такие как бы, приглашаю к обсуждению такой истории. Она всегда была просто как маркетинговая история на разные праздники клубов мы делали. Но, в принципе, сейчас можно ее завернуть и вот в такую. Вот, значит, еще вопросы кастомизации. Вот пример у нас, например, сетью Spirit, это резинки их с их брендами. Есть пример у нас сетью World Class, это ковры, которые с их логотипом нанесены, швейцарские ковры IREX. То есть это именно и товар, за который не стыдно, это профессиональные ковры, которые используют во всех практических клубах среднего и высокого сегмента, скажем так. То есть мы это наносим практически на все, всякие кастомизированные бренды, но в данном случае, скорее всего, речь идет именно о мелочевке. И, соответственно, здесь срок проработки несколько выше, поэтому эта история, скорее всего, более длинная. Это когда уже клубы будут открываться, и тогда мы будем возвращать трафик клиентов к себе, вы будете возвращать трафик клиентов к себе, и, соответственно, вот такими совместными делами в долгую можно будет заниматься. Вот такой интересный пример. Американская сеть Club Pilates. Сайт у них точно так же пишется, clubpilates.com. Рекомендую посмотреть. То есть это по франшизе развивается сеть студий Pilates. В ней было уже около 500 студий. Их характерная черта – то, что у них всегда есть вот такая розничная зона, как вы видите прямо при входе. На вид выглядит как будто это в ТЦ в каком-то. То есть и так же, как кто-то замечал справедливо в чате, то есть они продают на самом деле больше-то одежду, потому что их бренд для людей, для вовлеченных пользователей, для которых имя клуба – это действительно бренд, это такой же бренд, как Nike, а может быть лучше, потому что это их личная как бы уже история стала, да. Вот. Они покупают у них вот эти там майки, свитшоты какие-то с этим логотипом. Вот. И, естественно, что клуб может отшиваться в каких-то фабриках. То есть, ну, там, поскольку сеть большая, то у них, естественно, прямые заказы. Они отсматривают качество, это размещают. И, естественно, аксессуары, потому что я сам потребитель тоже персонального тренинга, и тренер мне дает задания на дом. Вот тех же там массажных метчиков у меня там уже целая коробка дома лежит, причем я ими всеми реально пользуюсь, потому что они для разных задач там. Что для стопы, что там для плеча, что еще для чего. Вот. То есть это сюда прекрасно ложится. Это опять игра уже в долгую. Товары могут быть как брендированные, так и не брендированные. То есть это может быть стандартный ассортимент. Но вот эта вот дельта, о которой мы говорили, она здесь полностью сохраняет свою работу. Если вот такое сделать, то можно, как и Club Pilates, достигнуть до того, что это будет порядка 12% оборота клуба приносить. В принципе, это, я думаю, сопоставимо со многими услугами, которые в клубах оказываются. У кого персональный тренинг не очень развит, скорее всего, там есть такие цифры. Может быть, какой-то там студии красоты, там что-то подобное, приносит в больших клубах полного цикла таких. То есть это такая история, которая вполне может быть рассмотрена, и в Штатах давно применяется. Вот. Для того, как закупать, как действовать, вот такие стандартные товары в розничной точке клуба, у нас есть специальный портал для платформы для дилеров и партнеров, которая работает уже 8 месяцев. Достаточно крупные сети у нас уже туда заходят. Не уверен, что сейчас стоит называть имена. Ну, в общем, такие есть. Здесь всегда есть информация по ценам наличия 24 на 7, вне зависимости от того, как какой-то менеджер там может посмотреть, работает он или так далее. Вот здесь все видно, что больше заказ, какая скидка. То есть сразу можно задать себе дельту необходимую. Все наши марки здесь реализованы. Обработка быстрая. И, соответственно, отправка на ваш адрес может быть со склада в Москве. То есть это вот, скорее всего, будет интересно для тех, кто вот будет рассматривать создание такой розничной точки. Контакты здесь я привожу. Я так понимаю, что Илья сможет их где-то отразить. Да, контакты сейчас все ссылки я периодически кидаю. Сейчас мы их еще повторим. Да, значит, еще вариант. Это есть всякие варианты через реализацию. Я понимаю, что сейчас, скорее всего, тяжело с обороткой у клубов. Поэтому есть вариант через менеджера оптового отдела сделать пробную отгрузку каких-то товаров в клуб, в точку, без оплаты. И потом, по мере того, как они будут продаваться, за них можно будет уже из реально появившихся денег от клиентов перечислять деньги. Вот, если это дело не пойдет, то можно будет просто новый товар вернуть. Вон, соответственно, мы его заберем на свой склад. То есть такой, как бы, достаточно дешевый эксперимент возможен. Илья попросил подготовить ряд товаров, которые для такого сотрудничества могли быть. То есть, во-первых, мы можем рассматривать их как поддержку для онлайн-тренировок, то есть чтобы люди, действительно, было им с чем заниматься дома банально, они не бушили ваше оборудование из клуба, потому что их там действительно потом собрать с 5000 членов в свои гири, гантели и коврики, и в каком состоянии они вернутся, это большой вопрос. Пример для функционального тренинга. Естественно, никто большие себе вещи, наверное, покупать не будет. Это и гири, и резинки различные, роллы, мячики, баланс-тренинг для дома. Примеров очень много. У нас порядка 7000 активных позиций, поэтому, естественно, ни на один слайд это не влезет, ни в одну презентацию. Всегда это можно отработать, что конкретно. И у нас есть товары от дешевых до дорогих и с разным зазором. То есть здесь вот эта дельта для коллаборации может быть разная. Примеры для онлайн-тренировок пилатес. Достаточно сейчас популярная тема. То есть это и ковры, и мячики. Развивает сейчас метод Франклина, учит Центр практик с Еленой Волковой. Мы продаем этот товар эксклюзивно. То есть кольца, роллы в резинке. Все это. Также мы пробуем делать бандлы. Вот на сайте фитнес-дом я приводил. У нас там есть такие для клиента, чтобы не разбираться. Сразу есть там пакет йога, пакет пилатес. Такие варианты уже есть. Примеры вот для йоги-растяжки. Опять онлайн-тренировок таких много. Ремни, коврики, роллы, кирпичи. Блоки для йоги. И примеры для розничной точки клуба. Очень интересный. Естественно, опять вся вот эта мелочевка, которую я упоминал. Очень интересная история. Это пульсометры. Полар. Сейчас многие бегают марафоны. Например, я когда бегал последний раз в московский марафон, насколько я помню, там говорилось о более 30 тысячах человек, участников. Причем он удваивался каждый год в течение нескольких лет. То есть и пульсометры – это история, где именно есть и дельта для заработка, и где есть возможность, ну, то есть как бы сама сумма, сам чек большой. То есть эта продажа действительно весит какие-то тысячи рублей, которые могут остаться в этой коллаборационной истории. У нас есть по ряду товаров вот подобные вещи для продвижения. Тоже в чате мелькала эта мысль. Это то, что вот такие методички есть. Вот пример методички такой клиентской. Естественно, она слишком простая для тренеров, но она может быть достаточно хороша для клиентов, где просто напоминают им, какие упражнения можно делать, к примеру, с резинкой мини-бенд. Есть ряд онлайн вариантов, потому что люди сейчас не очень любят читать, мы все знаем. Можно, в пример, можно вот Илья сбросить, наверное, видео, где человек работает с массажным мячом. Да, сейчас. Единственное, что он там на английском языке, но я так понимаю, что на самом деле лучше всего будет работать, если какой-то лучший тренер вашего клуба, может быть, фитнес-менеджер, сам снимет просто трех-пятиминутное видео, которое сразу будет на русском языке, которое можно выложить на YouTube клуба. И кроме того, что собирать лишний трафик и заводить этих людей потом, возможно, на свой клуб, на свою сеть, то просто это будет сразу на русском языке, который персональщики вашего клуба смогут их сразу сбрасывать готовые клиентам. То есть провели персоналку, там, дали клиенту какую-то задачу на мобильность и сказали, вот, там, купи в розничной точке мячик, а вот тебе, там, я тебе сброшу видео потом по WhatsApp. Причем, я так понимаю, вот тут как раз и решается вот та задачка, которую Антон, по-моему, спрашивал, как сделать, что потом делать с этим оборудованием. То есть оборудование можно подбирать так, чтобы оно не каннибалило, по большому счету, ну, тренировочное оборудование клуба, потому что с резинками в клубах занимается, ну, мало кто, да, а у меня, там, возможность дома с резинками позаниматься, ну, какая-то есть, или с каким-нибудь, там, эспандером что-то там поделать каким-то образом. Вот это вот у меня мысль была. Ну, да, вот абсолютно. На самом деле, вот как раз эти товары на последней страничке я как раз с вот этой мыслью в голове проводил, потому что если мы тренируем человеку проприоцепцию, то тот, кто разбирается в тренерской работе, тот понимает, что проприоцепцию нужно тренировать не один раз в неделю, как у нас люди ходят на персоналке, и как, скорее всего, они сейчас будут ходить на персоналке. Вот, то есть те же самые, та же самая мобильность, там, если у человека отсидеть, вечер работы постоянно защемляет мышцу, поднимающую лопатку, то ему мячик нужно дома иметь, реально, и ролл там после того, чтобы он каждый раз раскатывался. Вот, потом, опять же, люди будут бегать, это все на улице, и мне кажется, мало пока кто что-то сделал для тех, кто серьезно бегает, и, соответственно, это апеллирование к ценностям определенным, то есть можем ли мы в клубе предложить человеку, кто привык бегать на улице, что-то в тренажерном зале или там в студии Pilates, например, для того, чтобы дать ему бегать безопасно и более правильно. Если мы эту ценность можем отрабатывать, то тут автоматически возникает и услуга клуба, и дополнительные продажи в виде оборудования, будь это в клубе или если мы их даже будем обрабатывать, а просто выплачивать проценты. Да, вот у меня есть, я сам хожу, например, в такую школу Цигун, у них небольшой прям стеллажик ведет, и там люди постоянно покупают какие-то мелочевки, там вот те же самые мячики, там какие-то там акупунктурные штуки, вот, то есть по мне даже они не все нужны, но тренеры, когда вот преподаватели доносят это для клиентов, они просто выходят и выносят вот этот стеллаж сразу весь, вот, и причем они ни разу не дешевые, эти вещи. То есть тут вопрос все действительно о том, что лидер мнения обосновывает ценность. Ну вот Илья уточняет, задает вопрос, если открыть розничную точку, то встает вопрос о налоге, которая зависит от площади помещения, а площадь клубов и студии большая. Тут, Илья, знаете, что можно делать? Тут нужно покрутить, можно не продавать это в клубе, можно в клубе держать шоу-рум. То есть мы можем показывать, что у нас есть вот это, вот это, вот это, вот это, а заказать вы можете там вот так вот, потому что клубу в любом случае придется это выкупать. Я бы, например, там сейчас не рекомендовал никому замораживать деньги в товарные запасы. Друзья, к сожалению, это сейчас не наша история. И если есть дропшиппинг, я так понимаю, что у Мфитнеса, у вас же склады же есть, они же работают. Ну там, может быть, сейчас-то прям совсем не работают, а условно там послезавтра, когда закончится этот карантин, какой-нибудь начнут работать как-нибудь. На самом деле даже сейчас еще доставляем, но, естественно, тут горизонт планирования один день. Да-да-да, горизонт планирования действительно один день. То есть я бы там не заморачивался сейчас этим самым складами и запасами, и чем-нибудь еще, ну прям совсем, за исключением там только каких-нибудь там этих бутылок для воды и чего-нибудь. Да, а так у нас 12 точек в 10 городах, 4 стран. Естественно, мы готовы это все отрабатывать. Да, вот Анатолий подсказывает, что в Испании домашнее оборудование... Друзья, я напомню, Испания сидит уже, по-моему, третью или четвертую неделю на карантине, и домашнее оборудование на складах уже заканчивается. Дикие люди начинают покупать себе домой тренажеры Pro. Насчет диких людей и тренажеров Pro. Вчера в Фейсбуке у меня один из товарищей, человек довольно такой интересный, выложил два эллипса профессиональных, дорогих, по 700 тысяч каждый, и спросил, какой лучше купить. Ну, то есть вот люди по-разному к этому всему относятся. Валерий, еще какие-то комментарии? Наверное, нет, если только вопросы или что-то обсудить. Вопросы, да, коллеги, можно Валерию позадавать вопросы. Я еще раз сейчас выложу ссылки на порталы Мфитнеса. Один – это фитнес-дом, который про розничную. Валерий, прокомментируйте, пожалуйста, разницу, я потому что могу ошибиться. Да, это для розницы, по сути, он позиционируется как профессиональное оборудование для дома. То есть это те люди, кто готовы переплатить за iPhone, потому что им нравится, как там светится экран и какой он в ощущениях. То есть эти люди переплачивают за iPhone, им не кажется дорого переплатить 50 тысяч рублей, а могли бы себе купить андроидный смартфон недорогой. Вот, и эти люди, они спокойно покупают вот это все там профессиональное, просто потому что они там щупают этот швейцарский ковер и говорят, но это совершенно не то, что спортмастер. Вот у нас там на Риге есть, там в Риге моле есть мол, там люди покупают себе действительно и профессиональные тренажеры домой, и там деревянные тренажеры, потому что они в деревянный интерьер вписываются там в загородного дома. То есть народу, ну, много разного. Ну, супер. Спасибо Валерию. Пробуйте, коллеги. Я призываю к тому, чтобы, собственно говоря, ну, тестировать разные вот эти гипотезы и взаимодействия с коллегами. Я попрошу Валерия сейчас в чат написать контакты, с кем можно связаться, то есть если кто-то прямо решит с кем-то поговорить, кому людям писать. Вот, если можно. Тогда есть предложение двигаться дальше. Я Валерия тогда отключаю. Валерий, спасибо. Да, спасибо, Илья. И мы двигаемся дальше. Мы посмотрели с вами на возможности Мфитнеса, собственно, поставщиков в России, которые готовы таким образом работать. Ну, их какое-то количество. У нас есть еще один партнер, который подготовил несколько предложений для оператора фитнеса. И коллеги не смогли выйти в эфир. Я это сделаю за них. Это компания AirFitness, собственно, один из довольно взрослых операторов на рынке оборудования. Компания, которая работает достаточно давно. И на сегодняшний день у коллег есть комплектация оборудования как для фитнес-клубов, так и для домашнего фитнеса, собственно говоря. И ребята являются дистрибьюторами достаточно большого количества компаний, которые дистрибутируют различные оборудования. И прежде всего известны нам представительством дистрибуции бренда Reebok. Бренд Reebok, который мы с вами все знаем, это оборудование профессиональное, оборудование для домашнего фитнеса, которое много где удается встречать, и много каких клубов им оборудованы. Но, собственно говоря, основной смысл моего им предложения заключается в том, что у ребят также есть несколько наборов, наборов разных, которые скомплектованы по возможностям для тренировок. Это вот разные у них есть ценовые составляющие, там от 5 тысяч рублей до 9 тысяч, куда входит, ну, именно брендовое Reebokовское оборудование, с которым можно организовывать и собирать те или иные тренировки. Значит, соответственно, так, Кирилл, я не совсем понял вопрос, как это работает. Кирилл, Валерий рассказывал, каким образом можно построить взаимодействие. Либо он сейчас напишет еще цепочку по шагам первое, второе, третье, четвертое, либо, соответственно, можно будет пересмотреть, потому что мы про это говорили. Вот, значит, соответственно, здесь возвращаемся, да, есть несколько составляющих наборов. Ребята также скомплектовали их в несколько сценариев. Я сейчас тоже дам разные ссылки прямо вот на наборы. И механика, собственно, взаимодействия у фитнес-операторов, ой, у поставщиков похожее. Можно посмотреть, посравнивать разные какие-то возможности по оборудованию. Вот они, ссылки прямо на некоторые наборы. И предложение, собственно говоря, вот по фитнес-клубам, оно заключается в том, что также выдается промокод, который предоставляется с разными скидками для клиентов оборудования, для покупок вот в интернет-магазине «Фитнес-Вам», собственно говоря, ссылку, на который я скинул. И есть номер телефона, который можно для себя записать, чтобы задать вопросы, какие условия предоставляет этот поставщик оборудования «Фитнес» для наших прекрасных фитнес-клубов. И если потратить время, там, погуглить, то таких предложений у ребят, ну, достаточно большое количество. И на рынке они давно. Понятно, что там мы сейчас говорим не про профессиональное оборудование, а про домашнее. И я рекомендую тоже посравнивать эти возможности и их, собственно говоря, изучить. Сайт «Фитнес-Вам», где-то он у меня был, еще раз я его повторю. Вот. И вот у меня мысль, коллеги, основная, которую я, собственно говоря, хочу донести, она заключается в том, что найти сейчас возможности для заработка нам с вами, ну, нужно, и это нелегко. То есть, да, действительно, мы с вами имеем ситуацию, когда пассажирский, потребительский трафик остановился. Люди действительно получили доступ к онлайн-тренировкам. Действительно, часть из них начнет переключаться на эти онлайн-тренировки. И, к сожалению, мы, как локальный клуб, находящийся в городе Ульяновске, не сильно имеем возможность этот процесс теперь уже остановить. Но, а, не все в это втянутся. Б, часть людей останется в онлайне и в оффлайне. То есть, кто-то привыкнет полностью, кто-то нет. Мне, например, лично, вот мне я попробовал, я все на них посмотрел, мне некомфортно заниматься с онлайн вот этим вот экранчиком, с ноутбуком. Мне проще вот разобраться самому с инструкцией, а лучше раньше с тренером, как, не знаю, там, правильно стоять в планке или как что делать с этими петлями, да, там, как с ними, или с этими резинками. Я лучше позанимаюсь сам. Но, ну, люди разные бывают. Поэтому, чем больше мы дадим возможностей взаимодействовать с нами единицами внимания, а в данной ситуации я, честно говоря, в оборудовании, в дистрибуторском, больше вижу эффект заработка на вот этих вот наборах с точки зрения удержания внимания и чего-то. И, соответственно, наша с вами задача вот эти вот варианты прорабатывать. Не отвергать, не проработав, говорят, что да, фигня там, не работает, у людей денег нет. Не было бы денег у людей, в Испании бы склады бы не закончились. Ладно бы в Испании, у нас бы на 30% за один день бы продажи не подросли. И, к счастью, жизнь научила нас принимать решения не на основании тех умозаключений, которые зреют там в наших головах, да, нужно там гипотезы тестировать. Соответственно, вот Валерий подсказывает, что с точки зрения организации магазинов есть еще варианты закупки и перепродажи, либо вывоз под реализацию и продажи за тем оплату, что тоже, собственно говоря, может быть вариантом. И если оператор, поставщик Мфитнес, там, имеет возможности, по сути, кредитовать хранение, да, то есть давать под реализацию, то можно и шоурум организовывать. Вот. Да, можно пока позадавать, собственно говоря, вопросы. Доставка. Валерий говорил, что на сегодняшний день пока работает, но горизонт планирования у нее достаточно короткий. И хочется призывать, ну, собственно говоря, пробовать, пробовать и пробовать. То есть в онлайн все попробовали, сейчас мы начинаем пробовать монетизировать все эти тренировки потихоньку, помаленьку, и 24-25, 25-26, нет, 24-25 апреля у нас будут большие конференции, где мы будем через месяц уже разбирать и разруливать результаты того, что удалось монетизировать клубом. У нас есть практически месяц, чтобы сейчас эти гипотезы поотрабатывать. Мы эти вещи анонсируем всем чуть позже. Вот. И, соответственно, рекомендую еще раз обращать внимание на разные возможности поставщиков. Значит, соответственно, посмотреть вот на наборы компании, в том числе Air Fitness, посмотреть на те промо-коды, которые ребята предоставляют, да, позвонить, поговорить, собрать всю информацию, ну, и, соответственно, все это сделать. Значит, Моби Фитнес сделали персональные тренировки, про которые они говорили недавно. Да, Мария, Моби Фитнес сделали персональные тренировки через Zoom. Значит, Игорь, фитнес-форум Evolution в Москве в офлайн-формате не состоится, потому что находятся у нас у всех карантинные все эти дела. Мы его переносим на осень, но в эти даты пройдет онлайн-мероприятие с раскрытием всех основных составляющих офлайн-запланированного форума. То есть само по себе мероприятие переносится, но в эти даты мы проведем большую онлайн-конференцию, поэтому эти даты, собственно говоря, будут нам и предложены провести также с пользой, и мы их не освобождаем. Мы анонсируем буквально там завтра-послезавтра, ой, сегодня-завтра. Вот, да. За сим, наверное, коллеги, это вся информация, которую я хотел рассказать. Ну вот мне удалось что собрать. Давайте продолжать искать какие-то возможности, потому что мир, что называется, продолжает, ну, стремительно меняться, и вот у нас на сегодняшний день даже уже на улице пока что не побегать практически во всех регионах. Значит, Никита спрашивает, с какими поставщиками фитнес-оборудования рекомендуете работать тренером? Знаете, вот на самом деле две компании, которые мы проговорили сегодня, я рекомендую сначала изучить их, потому что огромный прайс, что у Air Fitness брендовое оборудование, да, сейчас я покажу по брендам. Вот у ребят, значит, вот такая вот бригада брендов, и есть предложение для тренеров, и есть возможность, вот номер телефона я писал, и можно позвонить и сайт изучить, вот этот вот номер телефона, и, соответственно, второй поставщик, который сегодня с нами здесь присутствовал, это компания M-Fitness. Сейчас я тоже выведу первые слайды у коллег. У M-Fitness очень большой, вообще огромный, 7 тысяч позиций, Валерий говорил, ассортимент, то есть там как раз набрать что-то можно. И сейчас я еще раз продублирую, собственно говоря, все ссылки. Это вот ссылки компании M-Fitness, которые можно посмотреть. Это оптовый сайт, а это розничный сайт. И это интернет-магазин компании Air Fitness, которую тоже я рекомендую изучить по оборудованию. У той и другой компании есть возможности по, значит, соответственно, по... Господи, заговариваюсь уже, по промокодам, которые можно использовать, и тут вопрос изучать и искать эти варианты. Готовых решений, опять же, их, к сожалению, пока еще... Ну, вот готовых я имею в виду с точки зрения именно дистрибуции. Они есть, конечно же, у поставщиков, но я напомню, что в моем понимании готовое решение... Ой, как сейчас я уберу только вот этот вот весь огород, который я тут нагородил. В моем понимании готовое решение, которое клуб сможет продавать, это не только оборудование, которое есть у поставщика, которое мы сегодня с вами посмотрели, можно найти еще. Но это еще и составляющая, именно связанная с вовлечением людей или объяснением им, что им делать. И это могут делать и тренер, и клуб, да, когда мы рассказываем про... Да что ж такое-то, не слышу я ничего. Ой, не могу я рисовать почему-то. Почему я не могу рисовать? Значит, не только это картинки, не только это оборудование, но еще и методички видео, тренировки, соревнования и сопровождающие всю эту историю, вот, контент, примеры и пользы. Вот, наверное, вот это моя основная мысль. Давайте будем пробовать, искать, потому что, ну, времени у нас сейчас у всех какое-то время появится. Спасибо. Я закончил. Собственно, желаю всем хорошего дня. Завтра мы продолжаем. В час дня у нас будет Кирилл, который будет рассказывать про управление стрессом. Мы все в стрессе, вот. И чем дальше, тем этот стресс по-разному на нас начинает влиять. Поэтому давайте будем оставаться на связи. Хорошего всем дня. Спасибо, что были здесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok